Сегодня в Брестском государственном колледже связи первую рабочую профессию получают 160 учащихся из пяти школ Бреста. 136 из них – десятиклассники. Учащиеся средней школы номер 16 приобретают профессию электромонтёра линейных сооружений, электросвязи и проводного вещания. У опытного наставника Виталия Сельчука ребята проведут 92 часа занятий. Так закладывается теоретический фундамент будущих связистов. Первые же практические навыки юношам преподает мастер производственного обучения Валентина Овчинникова. Сегодня прошло ознакомительное занятие. На практическое освоение профессии программы отведено 180 часов, а на производственную практику ребята отправятся на предприятие «Белтелеком». Мне профессия моя очень понравилась. Я научусь делать электричество в доме, смогу помогать другим людям. И в жизни это пригодится. В жизни в любом случае эта специальность по-любому пригодится, потому что парни будем где-то провода разбирать, где-то розетку, то есть в любом случае пригодится. Практичную профессию для будущего выбрали и девушки. Под руководством опытного наставника Ольги Липко они осваивают профессию оператора связи. Кстати, производственную практику будущей выпускницы пройдут на предприятии «Белпочта». Полученные во время двухгодичного обучения навыки в дальнейшем молодые люди смогут применить в трудовой деятельности или в быту. Это довольно интересная профессия. На ней можно получить больше информации о своем городе и о том, что находится за пределами его, как работает структура почты и что и как находится где. Выше можно получить где угодно. Почта всегда понадобится, ведь большие пересылки, ведь надо куда-то девать. Сотрудничество средней школы номер 16 и колледжа связи началось в 2016 году со старта экспериментального проекта по профессиональной подготовке школьников. Весной нынешнего года здесь уже прошел первый выпуск. 44-м 11-ти классникам из разных школ города вместе с аттестатами вручили свидетельство о получении профессии и присвоении квалификации. Мы не настаиваем на том, чтобы они в дальнейшем выбрали именно эту профессию. Они могут пойти учиться дальше на высшее образование или среднее специальное. Они уже будут понимать, нужна ли им эта профессия. Может быть, они определятся и хотят выбрать совершенно другую. То есть ребенок самоопределяется, нравится ему это или не нравится. Из практики прошлых лет у нас, например, секретарей и операторов ИВМ, когда они прошли практику в учреждениях и на предприятиях, даже предлагали вернуться, если вдруг не поступят в ВУЗы, вернуться к ним на работу лаборантами, секретарями, операторами ИВМ. В нынешнем учебном году азы рабочих профессий начали осваивать более 40% брестских школьников. Это порядка 510 классников. Остальные продолжат обучение в профильных классах. Для нас получение этого образования на базе профтехобразования или среднего специального образования действительно считаем мы хорошо. Потому что эти учреждения имеют сертификаты для того, чтобы выдать ребенку документ о том, что он профессионал. Есть возможность потом реально трудоустроиться. Мы этот вопрос тоже обсуждали с колледжем связи. У колледжа связи хорошая материальная база. Школа не может предоставить такую материальную базу, чтобы дать детям профессиональное образование. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.